Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте! С вами социально-правовой телеканал и я Сульман Шибзухов. Сегодня мы ведем передачу о презентации книги «Служа России. Князья Чаркасская», которая была издана в этом году. Автором книги является Денис Саудовников, а книгу издавал общественно-плаготворительный фонд «Царский путь», возглавляемый Асланом Ходжимустафовым. Презентация книги прошла в Академии искусств Зураба Церетели на Пречистинке. Здесь собрались общественные деятели черкесов, абазин, Кавказа, студенты и, конечно, пресса. Кавказцы очень хорошо высказались о книге, говорили о том, что это имеет большое значение для России и для Кавказа, для укрепления дружбы между народами. Как известно в истории, именно при правлении Ивана Грозного кабардинские князья привезли свою сестру в жены Ивану Грозному. И с тех пор началась династия князей черкасских, которые стояли рука об руку вместе с династией Романовых. Мне хочется сегодня всех поприветствовать, поблагодарить за то, что сегодня такие уважаемые дорогие на гости собрались. Особенно хочется поблагодарить, конечно, Сербийский мемориальный фонд, наших коллег, наших друзей, которые уже не первый год проводят очень интересные и важные для нас всех мероприятия. Россия и Кавказ настолько едины, что это неинтересное пространство, особенно области культуры, наверное, оно даже не требует никаких других слов и объяснений. Я бы хотела от президиума Российской академии художеств передать благодарность Денису Борисовичу Солодовнику, который, в общем-то, благодарен ему сегодня, собственно говоря, вот такое замечательное мероприятие здесь происходит. И еще раз поздравить его с таким завершением, потому что труда, в общем-то, действительно фундаментального важного. Работа эта книга заняла два года, буквально, наверное, почти, я думаю, с половиной. И несколько раз она в каком-то смысле переделывалась, но, в первую очередь, мне сейчас хотел бы интересно сказать, что я не буду пересказывать первую всю книгу, и смысла он не имеет. И вообще, я думаю, что мы будем давать больше слова тем людям и по тем темам, которые в этой книге отражены. Комиссия в Черкасске, как впоследствии оказалась уже при изучении этой темы, оказалась одним из самых многочисленных представителей. Это церковь Михаила Арханглова, который мы сейчас имеем до XVII века. И встретил Михаил Яковлевич Черкасский, который, к сожалению, может быть впоследствии, а ему пришло Борисом Балатовича и Ивану Борисовича Черкасскому. И тогда Алексей Михаила Михаиловича, который, собственно говоря, тоже почил и тоже находится в Новоспасском монастыре его останки. Шалва Витойев, профессор, академик, российский академик, художник. Художник расскажет нам о древности адыгов. Это одежда дореволюционная. Вот, значит, черкесы, катабинцы, адыги, один народ. Значит, еще адхазы относятся. В древности у них было царство, адхатское царство. И у них адхатского царства истинно было на адыгов адхазском языке. Вот это танец адхатский, ну, сейчас обычно и кабардесский тоже называют, или черкеский. Русские общественники и зарубежные тоже, которые путешествовали на каркасе, они всегда описывали черкесов, как справедливых, высоких, красивых людей. Вот, как у Хавшарства, то древние дороги. Этот дом отражает вот эти пропорции. Это есть стиль и мышление народа. Ранее тоже издавались книги, и в истории известны, как князя черкасские приехали в Москву, как они здесь правили вместе с царской династией. Это одна из книг «Опрыжка по тропам истории», которая тоже рассказывает о династии. Вот, научно-популярная книга «Служа России». Очень большое значение имеет, потому что эта книга именно раскрыла суть, именно доказала то, что дружба между Россией и Кавказом, между князями кабардинскими, адыгскими процветала, и адыги черкесии служили на благо России. В книге, конечно, очень много исторических фактов о том, как осуществлялась власть в России, и тем более, книга основана на раскопках в Новоспасском монастыре. Там захоронены высыпальницы князя Черкасские. Были вскрыты могилы, были исследованы, были сделаны генетические экспертизы, и на основании этого была создана эта книга. В 2014 году в Новоспасском Леониде Андреевича Беряева были проведены археологические работы. В Новоспасе гласило, что в 1611 году была на память преподобного отца нашего Василия Исповедника, предстоящее стропа Божьей, дворяй Паялина, князя Двориса Икарбулатовича Черкасского, княгиня Марка Никитична. Марка Никитична, дочь Паялина Никиты Романовича Захарина Юрьевы, двоюродная сестра Царя Федорьяновича, родная сестра, будущего патриарха Флорента. И еще один написной саркофаг, это детский саркофаг, по которому гласит надпись, что в 17 ноября 1642 года предстоялась раба Божья, младенец княжной Евдокии, черепь князя Ядова Буденедовича Черкасского. Кроме того, была исследована площадь вокруг этих погребальных сооружений, где мы нашли фрагменты плит, одна из которых сложилась, из трех фрагментов, на которые было сказано, что в 1658 году в горло предстоял рабожий князь Яковлевича Сыр сделал младенец князь Иван Яковлевич. Но это еще... общественные деятели черкесского народа, в частности, Агирбов Юрий Исухович, остановились на книге, на том, что важное является для народа, что важное является для истории. Именно, как подчеркнул Юрий Агирбов, как царица Мария, жена Ивана Грозного, первым открыла Рублевско-Успенское имение, которое сейчас также является вотчиной российского руководства. Поэтому у нас очень такая замечательная диаспора. Почему говорят многие диаспоры? Почему? Потому что туда ходят наши братья абхазы, ходят черкеские тулыки, все и так далее. Вот я хочу представить, вот таких самых подчеркных раздел. Это президент Абхазско-розетского конгресса многие годы, доктор юридических наук, профессор духовно-минию всех абхазин, это председатель веки старейшем Чиркесов, Карачао-Чиркесии, доктор медицинских наук, профессор Я очень хочу издавить нашу подающийся, подающийся, я бы сказал великого нашего пенеца, нашу горькость Савода Тутова. Следующая кафедра, доктор профессор им. Ру, доктор профессор Мадина Назова, российская дворянская церковь. Воспочинец Александр Юрьевич Королёв Перевечья, скорее, было такое торжественное мероприятие, посвященное 460-летию владения народов как бы на Балкарии, в составе замечательных словах, которые говорил святейший патриарх Кирилл. Вот вы знаете, им предисловно написано в память о сынах Черкесии, ставших сынами народа русского и послуживших во славу Отечеству нашему. Московский предатель утверждает, что современный район по Рублевскому Успенскому шоссе, где тут находится и президент Российской Федерации Путина впервые обрубована русской царицей Черкесского происхождения Марии Кирилл. Здесь места, покрытые соснами, луганами и полками, радуются лицу всякий раз во время писательских вызов и охоты. И вот присутствующих событий, это событие действительно культурной жизни. Эта проблема, она живая, она востребованная, она очень доверная и для молодежи, и для всего читающего мира и будет иметь значение. Хочу только сразу сказать, что книга у нас. Прекрасное оформление, полиграфия, содержание. Я не историк, но как человек, любящий свою малую, большую родину, интересуюсь его покатной историей, его прошлом и, конечно, надеюсь на светлое будущее. В этом память, вкладке князей Черкассии трудно переоценить. 19 поколений веры и правы служили России. Как мы считаем, презентация прошла успешно. С одобрением всех людей, которые приехали на эту презентацию, конечно, поблагодарили авторов книги, поблагодарили Зураба Циротели. «Все 120 информации нашей страны, все, что есть хорошим в нашем российском мире. Я понимаю, что это очень непросто, и это только по силу именно молодых людям. И хочется, чтобы на сегодняшнее время появились новые черкасские у адыгов, многие новые молодые бизнесмены, политики выдающиеся, общественные деятели, которые работали, были на нашу страну, многонациональному, а значит, и на адыгов, как одного из старинных народов нашей России». Спасибо. Благодарственное письмо от Совета старейшего чеховского народа. выражаю глубокую благодарность автору книги, служа России с незрячей краской в направлении мастера Солодовникову, Денису, Борисовичу и всему издательскому коллективу за большой вклад и активную работу по сохранению исторической памяти адыгов, черкесов, а также за упрямление дружбы между народами. Совет старейшего республики «Давуров» Бану. Совет старейшего награждает Хаджа Мустафа Аслана Ахмедовича, председателя общественного фонда «Царский путь» за самоотверженный труд по сохранению культуры и исторической памяти адыгов, а также за укрепление мира, дружбы между народами. Аслан, дорогой, мы, Совет старейшего, награждаем тебя и не забываем, находясь за 3000 лёрст от Малой Родины, там тебя любят и ценят, за то, что достойно представляешь наш этнос в России. И в конце презентации Аслан Хаджи Мустафов вручил Папаха Кавказская и Бурку Кавказскую преподнесли в дар Зурабу Церетели и Академии художеств Российской Федерации. Мы, конечно, будем в дальнейшем освещать события по этой книге, и, конечно, мы согласились на то, чтобы снять документальный фильм, и мы надеемся, что это не первая книга, которая будет рассказывать о истории Черкасских и Романовых, об истории дружбы России и Кавказа, о том, какие взаимодействия сейчас должны быть между Россией и Кавказом. и Кавказом.